С вами Капитал Шоу. Взгляд изнутри и разговоры с компетентными людьми. Волнующий многих вопрос, что делать, как сражаться на полях агитации и пропаганды и не сгинуть в этой жестокой классовой битве. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске с журналистом Константином Семиным. Поехали! И вновь здравствуйте, Константин Викторович. Добрый вечер и добрый день. Казалось бы, у нас теперь интернет, с помощью которого можно найти почти любую информацию касательно того или иного аспекта. Но тем не менее, обитая на этих цифровых просторах уже достаточное количество времени, я не мог найти какого-то конкретного ответа на все базовые вопросы касательно агитпропа. Исходя из этого, я поставил себе задачу отобразить и обозначить все этапы в одном видео, создать некий компендиум или методичку, если можно это так назвать, структурировать и систематизировать неким образом руководство к действию, ну, конечно же, отталкиваясь от науки и материалистического понимания бытия и, конечно же, на легальных основаниях, что немаловажно, в сложившихся обстоятельствах в стране. Ведь бороться за права – это наше право, как бы это тавтологично не звучало. И, может быть, или, скорее всего, мы будем упоминать сегодня неоднократно все то, что уже упоминалось ранее в нашем предыдущем разговоре, но все же хочу привести это в некую системную структуру. С чего начать человеку, максимально отстраненному от темы, но желающему понять, что происходит в мире? Я считаю, что вновь прибывшим в нашем строю нужно сначала вкратце определиться с некими теоретическими понятиями. И первонаперво, Константин Викторович, хотелось бы уточнить для наших зрителей, что такое классовая борьба, существует ли она? Ведь на первый взгляд это явление не так очевидно обывателю. Конечно, она существует, и практически за каждым событием повседневной жизни, общественной, экономической, политической жизни, интересы различных классов прочитываются. Для этого не нужно прилагать каких-то особых усилий. То, что общество состоит из классов, тоже не является каким-то чрезвычайным открытием теперь. Это было установлено задолго до Маркса и марксистов, задолго до коммунистов. Стало ясно, когда ученые решили обратить свои взоры не только на природу, не только на естественную среду обитания человека, но и на само человеческое общество. Стало ясно, что общество это развивается по определенным законам. Оно не статичное, нельзя сказать, что общество средневековья, или общество античности, или общество, допустим, нового времени идентично тому обществу, в котором мы живем сегодня. И возник вопрос, а что меняется? И выяснилось, что меняется в первую очередь способ производства, то, каким образом люди организованы в труде. Стало ясно, что источником всего, что человек является, и что он создает вокруг себя, источником всего этого есть, и, видимо, долгое время будет, а может быть и всегда будет, человеческий труд. Некая производительная активность, некая работа, которую человек совершает индивидуально, а чаще всего коллективно в сообществе с другими людьми, взаимодействия с другими людьми. И изучая процессы вот этого взаимодействия, ученые, повторюсь, задолго до Карла Маркса пришли к выводу, что люди объединены в различные классы, и на различных этапах развития общества эти классы выглядят по-разному. Но что объединяет эти различные, казалось бы, этапы между собой, это то, что и 100, и 500, и 1000 лет назад люди разделялись по принципу, кто в первую очередь является источником труда и кто потребителем. То есть, грубо говоря, разделялись люди всегда на эксплуататоров и эксплуатируемых. Это было при рабовладении, это было в феодальную эпоху, и то же самое мы наблюдаем сегодня в капиталистических наших нынешних реалиях при капитализме. Вот, так что достаточно усвоить вот эту простую вещь, достаточно перестать верить в то, что булки растут на деревьях, в то, что что-то берется из воздуха, достаточно отвернуться от экранов компьютеров, может быть, на которых различные сказочники и кудесники рассказывают, как богатство возникает из напряжения воли, из сверхконцентрации, из работы над собой, из удачи и так далее и тому подобное, и прийти к очень простому выводу о том, что ничего в природе не берется ниоткуда. Если у кого-то стало густо, значит, у кого-то должно было стать пусто. Если чья-то жизнь стала внезапно роскошной, значит, кто-то где-то гнет спину и работает, не покладая рук, для того, чтобы создать те материальные, в первую очередь, не какие-то неизмеримые духовные, а именно, в первую очередь, материальные ценности, которые впоследствии внутри капиталистической цепочки распределения присваиваются этим внезапно разбогатевшим человеком. И это очень примитивное истолкование, конечно, нашей теории, и, безусловно, найдется немало желающих меня поправить, но если грубо, если вот на картошке вы начали с такой витиеватой преамбулу, мне кажется, что самая главная задача агитатора и пропагандиста говорить как можно проще, как можно более простым, приземленным, понятным, адаптирующимся к среде, к навыкам и привычкам человека языком. Объяснять так, чтобы человеку не нужно было воображать себя частью какой-то бюрократической машины для того, чтобы наши простые, в общем-то, часто очень простые, доступные истины постигнуть. Вот, это происходит повсюду, это происходит, я имею в виду, вот эти процессы создания материальных ценностей и присвоения результатов чужого труда, это происходит повсюду, ежедневно, постоянно. И если добавить к этому то, что цепочки вот этого присвоения по мере развития человечества становятся очень сложными, все сложнее, сложнее, сложнее и сложнее, отдельные производители сливаются в цеха, цеха сливаются в корпорации мануфактуры и впоследствии в транснациональные корпорации. Если смотреть на общество как на некое подобие молекулярной структуры, то мы увидим, что эта решетка перераспределения и создания стоимости становится очень-очень сложной. И в конечном счете те события, которые нас окружают, пугают, шокируют, не знаю, разоблачительный фильм Навального, бомбардировки Ирака или Ливии, военные интервенции и падение акций на крупнейших биржах, в конечном счете окажется, что все эти события внутренне состоят из тех же самых молекул атомов и могут быть грамотным умом также разобраны на молекулы и атомы. История видела неоднократно такое явление, как революция. Константин, что же такое революция? И как складываются предпосылки для такого явления? И что важно, есть ли такие предпосылки сейчас? Это сложный вопрос. Революция — это скачкообразное изменение. Если мы смотрим на человеческое общество, на его структуру, как на процесс, являющийся частью живой природы, которой мы живем и которой принадлежим, то революция — это скачкообразное, резкое изменение характера развития этого мира, в данном случае — меру людей, общественных отношений, которые людей связывают. И революция всегда подразумевает изменения, коль скоро мы сошлись на том, что главной характеристикой для общества людей является способ производства. Революция подразумевает радикальный, скачкообразный, то есть сжатый во времени, резкий поворот в способе этого производства. Таким образом, переход от, скажем, феодального строя к капиталистическому строю требовал революции. И этой революцией стало, допустим, внедрение мануфактурного производства, крупнотоварного производства, стало внедрение парового двигателя, впоследствии других видов двигателей в промышленности. И, безусловно, у всех этих процессов нашлось, всем этим процессам нашлось политическое отображение. И манифестацией революционного перехода от феодального строя к капиталистическому стали буржуазные революции, прокатившиеся по многим странам Европы, по Великобритании, Франции и другим государствам. С разной задержкой, произошедшей практически во всех крупных развитых индустриальных странах, которые мы знаем сегодня, включая нашу собственную страну. Если же говорить о той революции, которая возможна сегодня, о том, куда дальше может быть сделан шаг человеческим обществом, то по убеждению наших единомышленников, как гласит марксистская теория, следующим, после капиталистического способа производства неизбежно должен стать способ производства коммунистический или на переходном этапе социалистический, который подразумевает переход к обобществленной форме, обобществленному способу производства. Точнее, сам этот переход об обществлении средств производства, фактическое, происходит еще при капитализме. Если мы посмотрим вокруг себя, то мы увидим, что мы фактически уже вовлечены в очень масштабные цепочки, производительные цепочки, в которых задействован труд не сотен, и даже не сотен тысяч, а миллионов и миллионов людей, разбросанных по всем континентам планеты. Фактическое обобществление производства уже случилось. Внутри крупнейших транснациональных корпораций объединены усилия, энергии, рабочее время, миллиардов людей, незнакомых даже друг с друга, живущих в разных часовых поясах, в разных частях Земли. Но именно это и является определяющим отличием от предыдущей эпохи. То, что без этого колоссального человеческого труда, без вовлеченности большей части населения планеты в эти производительные схемы, в эти производственные цепочки, капитализм уже представить невозможно. И тут возникает вопрос о главном противоречии капитализма, которое, я должен тут тоже произносить довольно известные и банальные вещи, которые заключаются в противоречии между общественным характером производства, тем характером производства, который я описал, и частным характером присвоения. В кухонной терминологии, для того, чтобы объяснить это попроще, здесь ничего сложного нет. Огромное количество людей трудится, их жалкая горстка эксплуататоров присваивает себе результаты труда. Но если в феодальном обществе таких трудящихся, крестьян, предположим, могло бы быть, ну, относительно скромное количество, десятки, сотни, тысячи даже, при капитализме, это уже, конечно, совершенно другие масштабы, это миллиарды, сотни миллионов людей. И чем сильнее противоречие между двумя этими полюсами, тем больше вероятность того, что однажды скачок этот, который мы называем революцией, произойдет. И произойдет изменение общественных отношений в пользу общественного характера владения, распоряжения средствами производства. То есть те, кто трудится, те, кто создает прибавочную стоимость, которую тоже, наверное, следовало бы ввести в наш речевой оборот и объяснить, что это такое, эти люди возьмут на себя и право распоряжаться средствами производства. Возможно ли это в ближайшее время, спрашивая меня о революции, вы, скорее всего, подразумевали революцию социалистическую? Я думаю, это вопрос непростой, потому что когда ты скажешь возможно, обязательно потребует объяснить, когда и где. Я думаю, что это не просто возможно, но неизбежно. Насколько скоро это произойдет, судить очень трудно. Где это произойдет? Для этого нужно обладать нечеловеческими вычислительными способностями, чтобы предвидеть. Но совершенно точно сегодня, когда в отряд пролетариата, то есть к числу тех, кто живет и может, способен жить исключительно продажей собственного труда, или говоря по-научному, своей способности к труду, своего рабочего времени, в этот отряд вступили больше 4 миллиардов человек, неминуемо противоречие между этими 4 миллиардами и жалкой горсткой богатеев, распоряжающихся трудом этих миллиардов, и встречающихся раз в году где-нибудь в Давосе, это противоречие неминуемо разрешится, разрешится в форме социальной революции. Единственное, что становится сегодня уже абсолютно очевидным, что так же, как в начале 20 века, когда социалистическая революция произошла в нашей стране и привела к созданию другого, нового, первого в истории человечества социалистического государства, с еще большей степени сегодня эта революция не может замкнуться в границах одного государства. Она обязательно должна иметь всемирный планетарный характер, потому что таковы планетарные, всемирные, общественные и производительные отношения сегодня, производственные отношения сегодня. Поэтому, начавшись в какой-то одной из стран, эта революция, безусловно, должна будет шагать по планете дальше и утвердить свое господство, изменившийся вот этот характер общественных отношений должен возобладать, восторжествовать повсюду. Где начнется завтра, есть разные версии. По мнению ортодоксальных марксистов, первой страной, где это должно бы случиться, произойти, должна стать страна развитого капитализма, где капиталистические отношения окончательно укоренились, сложились и практически изжили унаследованные от предыдущей эпохи пережитки. Это могла бы быть сегодня Америка, это могла бы быть сегодня Европа или какие-то другие части света, где капитализм уже давно привычен и давно освоился. Но, как показала история 20 века, в случае, если раньше, чем происходит социальная революция, капиталистический мир скатывается в воронку империалистической войны, что служит катализатором, резко обостряет все имеющиеся противоречия повсюду и ускоряет, соответственно, течение всех процессов в каждом из обществ, в каждом из государств, в этом случае социалистическая революция может произойти не в метрополии, а на периферии капиталистического мира, как это случилось в 1917 году, и оттуда начать движение наружу, что в своих теоретических работах обосновал Владимир Ильич Ленин. Как будет дело обстоять завтра, я не могу дать вам прогноз, но, по моим ощущениям, скорее всего, и в этот раз мы вряд ли увидим социалистическую революцию раньше, чем капиталисты всего мира, вот эти вот толстосумы из Давоса, доведут дело до какого-нибудь большого кровопролития. Мне кажется, и оглядываясь сегодня даже, и получая письма от рабочих, от тех, кто прямо относится к отряду пролетариев, и тех, кто относится к нему косвенно, будучи интеллигентами, творческими работниками и так далее и тому подобное, от всех этих людей, получая письма, я вижу, что и в нашей стране, и в других странах классовое сознание, то есть осознание пролетариатам себя как пролетариата, оно еще находится в таком очень дремучем состоянии, слишком велики успехи капитализма в оболванивании людей, слишком многое сделано за последние 30 лет и в нашей стране, и в мире, для того, чтобы внушить людям мысль, будто никаких классов и нет, классы устарели, пролетариев не существует, нет тех людей, которые работают, и тех людей, которые чужой труд присваивают, все это вот то, что я вам долгое время сейчас рассказывал, все это ерунда и архайка. И вот эти вот новые, старые, на самом деле, идеалистические представления о мире, мифы и предрассудки до такой степени заполнили головы людей и в нашей стране, и за границей, что для того, чтобы головы встряхнулись, для того, чтобы предрассудки из этих голов вылетели, должны произойти какие-то серьезные потрясения. Я боюсь, что эти потрясения у нас впереди. То, что мы за последний год наблюдали, вы видели, сколько было всхлипываний и причитаний, дескать, 2020-й, это такой жестокий, несправедливый год. Вот стоит под елкой выпить шампанского, и дальше, может быть, надеемся, будет полегче. А правда состоит в том, что полегче не будет. Год потрясений, 20-й год, неминуемо влечет за собой год еще больших потрясений, 21-й. И 22-й станет логичным продолжением 21-го, потому что причина не в том, что нам не повезло, и причина не в том, что у нас год високосный. Причина в том, что противоречия, накопившиеся в капиталистическом мире, своего разрешения не получили, и они не могли получить, потому что капитализм не в состоянии ничего сделать вот с этой неравновесной, диспропорциональной системой. И поскольку эти противоречия накапливаются, мы будем видеть и захваченные здания правительств, и беспорядки, и армию, выводящуюся на улицу, то в одной, то в другой стране, и голод, и безработицу, и финансовые кризисы, и обострение всех конфликтов, которые казалось нам, буржуазное государство, в состоянии амортизировать. Выяснится, что вот эта подушка безопасности, в которую, уткнувшись носом, жили мы долгое время, эта подушка безопасности сдувается, и люди оказываются один на один, на самом деле не с призраками, на самом деле ни с какими-нибудь зомби апокалипсиса, а сами с собой. А когда голодные люди не в состоянии решить имеющиеся между ними проблемы, это выливается в гражданское противостояние. Во-первых, это ведет к гражданскому противостоянию в каждой из стран. Просто мы думали, что если снаружи все более или менее намазано медом, то значит и противостояния никакого нет. В действительности есть, и оно есть повсюду. В каждой из стран такое противостояние существует. И сейчас это противостояние, как магма, клохочущая под поверхностью земли, начнет вырываться наружу. А во-вторых, конечно же, мы так же, как сто лет назад, будем видеть то тут, то там вспыхивающие конфликты между государствами, между... Ну, первопричина этих конфликтов, безусловно, лежит в плоскости экономики, соответственно, между различными капиталистическими, а вернее сказать, империалистическими интересами. И вот это пугает гораздо больше, потому что за 20-й век человечество разработало и накопило такой арсенал оружия массового уничтожения, что оно в состоянии человечества, если так неудачно сложатся обстоятельства, лягут карты, в принципе, остановить историю своего развития. И вот этот потенциал самовыпиливания человечества, мне кажется, это новый фактор, которого не существовало в 19-м веке. Тем важнее сегодня говорить о неизбежности социалистических преобразований в том случае, если человечество намерено жить о спасительном и единственно возможном для человечества пути его дальнейшего развития. Также мы видим, что у нас общество разделилось, даже представители левых идей разделились на некие группы. И вот кто такие оппортунисты и реакционеры, и как их отличить от идейных? Если вы говорите об оппортунистах среди левых, то оппортунисты — это те люди, те политики или те объединения политиков, которые, выступая на словах с, может быть, прогрессивной и даже социалистической риторикой, в действительности поддерживают проводящийся буржуазной властью курс. И, несмотря на все популистские фразы, являются просто одним из отрядов, одним из подразделений политического аппарата буржуазного государства. Мы это видели повсюду, в разных странах, в разные исторические эпохи. Например, в канун Первой мировой войны оппортунистами выступали социал-демократы, которые делали вид, будто они борются за права трудящихся, за права рабочих. А в действительности, в момент, когда клюнул жареный петух, практически единогласно начали поддерживать во всем и в каждом устремлении свои буржуазные правительства. За военные контракты начали голосовать социал-демократы Франции, социал-демократы Германии, социал-демократы России даже, за исключением небольшой фракции, хорошо вам известной, под руководством хорошо вам известного человека. Я имею в виду не фракции в Государственной Думе, а фракции в целом, в политическом пространстве. Вот это и есть оппортунисты. То есть те, кто на словах за народ, а на самом деле за тех, кто народ грабит. А реакционеры — это те, кто не скрывают своего поведения и своих взглядов, и своей лояльности буржуазии, и даже звонкой популистской фразой, они прямо говорят, что их задача противостоять революционным изменениям, противостоять прогрессу и консервировать. Они потому называют себя традиционалистами и консерваторами, что их задача — консервировать текущее положение вещей, а следовательно, консервировать неравенство, консервировать эксплуатацию, консервировать нищету, консервировать подавление человека человеком. Они видят в этом опору на традиционные ценности. Они считают, что лучше так, как сейчас, чем что-то попробовать менять. Они прикрываются, как правило, в большинстве случаев какими-то метафизическими аргументами, то есть тем, что нельзя измерить и посчитать. То есть они ссылаются на некие заветы родной земли, на религиозные верования, которые нужно свято блюсти, на образ и подобие человека русского, итальянского, немецкого, какого-то другого угодно или турецкого, который необходимо сохранить из уважения к памяти об отцах и дедах и так далее. То есть, по большому счету, используется огромный ассортимент сказок, мифов, прибауток для того, чтобы ввести людей в заблуждение, для того, чтобы они отвлеклись от той простой истины, которая заключается в том, что их просто грабят. И вот это и есть реакционеры. Реакция — это антитеза, противоположность революции, это то, что пытается в обществе остановить прогресс, законсервировать текущее положение вещей и не допустить никакого движения вперед. В таком случае, какие методы агитации и пропаганды должны быть в нашем арсенале и как их более эффективно применять? Методы очень простые. Это убеждение и разубеждение. Это разговор на максимально простом, как я уже сказал, языке о тех вещах, которые человеку понятны. Не нужно на того, с кем вы пытаетесь общаться, вываливать сразу же целый короб сложных конструкций, определений, терминов, за которые нередко люди просто прячутся. Потому что чем более громоздкие эти словесные конструкции, тем проще выставить их перед собой как щит, для того, чтобы на каждый аргумент реальности или твоего собеседника можно было ответить заученной формулировкой. Но такие формулировки не создают убежденности. Поэтому я постоянно повторяю, что любая агитация может вестись на очень простом языке. И чем проще вы это объясняете, самые сложные материи, самые сложные категории могут быть изложены простым, человеческим, понятным, доступным языком. Чем проще вы это объясняете другому, тем лучше вы это понимаете сами. На самом деле ничего уж такого сверх выдающегося в том, что мы сейчас с вами обсуждаем, нет. Не нужно обязательно для того, чтобы это рассказать вашему товарищу по цеху, по работе, вашему сослуживцу, если вы сотрудник государственного учреждения. Не нужно для того, чтобы все это пересказать, нырять в глубины философии. Это тоже делать не вредно, конечно же, в рамках саморазвития. Но для того, чтобы вести агитацию и пропаганду, нужно стараться быть простым, понятным и доступным. Особенно сегодня век развивающихся стремительно технологий массовой коммуникации. Вот это, пожалуй, единственный совет. Каждый факт действительности. Чем занималась газета «Правда», чем занималась газета «Искра»? Она обозревала всю информационную панораму, весь вот этот простор, в котором маленький человек теряется и перестает понимать, что происходит. И давала марксистскую интерпретацию, объяснение того, что происходит и почему. Это случилось поэтому, вот это произошло потому. И ровно то же самое стараемся сегодня делать мы. Например, на нашем канале в выпуске дайджесты новостей ежедневные ставят именно такую задачу. Мы собираем новости не просто так, вот случилось здесь, загорелось там, утонуло тут, а вот тут олигарх получил кипрский паспорт. Нет, не в этом задача. Мы подбираем иллюстрации, которые бы каждый раз изо дня в день расшифровывали, аргументировали бы наш главный тезис, который вот мы с вами сейчас и пытаемся расшифровать для всех. Также, сражаясь на фронтах агитации и пропаганды, людям часто приходится дискутировать. Константин, вот как правильно и конструктивно вести дискуссию? Понимаю, хоть это и не всегда возможно в полной мере, но все же. Вы знаете, зависит от ситуации. Нет универсального совета. Нельзя выдать какой-то набор заповедей или каких-то постулатов, рекомендаций для самурая, для Арасюмона, как ему в тех или иных обстоятельствах махать руками, ногами или языком. Этого невозможно предвидеть. Давайте, Константин, на одном примере, вот у меня просто из личной жизни я его приведу и на этом примере хотя бы рассмотрим, постараемся. Вот не так давно в ходе одной развернувшейся дискуссии мне заявили, ну, недословно буду пересказывать, что контрреволюция началась со Сталина. Что он якобы истреблял как таковую партию большевиков, расформировал Коминтерн. Ну, в итоге мы и договорились вообще до того, ну, мой оппонент договорился до того, что и грамотно распределить, и более равномерно блага можно и при капитализме. Вот как... Если бы капитализм мог сделать это, то никаких противоречий в капитализме не было бы. Он бы сам эти противоречия, ну, крупнейшие и главные, разрешил бы. И тогда действительно социализм не понадобился. Но мы видим, как ему это удается сделать сегодня. Никогда прежде вот этого самого гигантского, колоссального, невиданного в истории расслоения между горсткой, там действительно по пальцам можно перечитать людей, контролирующих все общественное производство на планете, и миллиардами обездоленных, никогда такого противоречия раньше в истории человечества не было. Мне очень было бы интересно узнать, как это капитализм в состоянии подобные вещи внутри себя урегулировать. То же самое касается и каждой страны в отдельности. Так что это все сказки не в пользу бедных, а очень даже в пользу богатых. Нужно просто каждый раз, когда вам приводят такие примеры, просить связать и соотнести с актуальной действительностью. Вот видим мы то, что люди считают возможным вокруг себя, или это точно такие же сказки. Вот большевиков, коммунистов часто упрекают в том, что они людей кормят сказками, рассказывают об обществе, которое никогда не возникнет. Но вот заклинание мантры о том, что капитализм себя отрегулирует, о том, что он позволит волкам и овцам сосуществовать комфортно, и все будут довольны однажды, это, по-моему, гораздо более фантастические сказки. И на это необходимо указывать. Но вы, понимаете, вы сейчас поставили конкретную риторическую задачу, конкретный пример из спора, о котором можно было бы долго говорить. И спорить с критиками сталинизма, или защищать сталинизм, или находить у сталинизма недостатки. Об этом можно говорить очень долго. И мне кажется, что все-таки нужно сформулировать некие универсальные принципы того, как говорить, а не разбирать конкретную ситуацию в споре. Свет клином не сошелся на полемике троцкистов и сталинистов по поводу того, чем был Сталин, и свернул он шею социалистической революции, или не сошел. В конечном счете это не отменяет главного, основных постулатов, основных принципов марксистского учения и критики со стороны коммунистов, социалистов по отношению к капиталистической системе в целом. Мы же с вами говорим о том, как вести спор, и я стараюсь дать самые общие рекомендации. По-моему, вести его нужно так, чтобы, во-первых, не вызывать сразу же с первых шагов ожесточение, озлобление в собеседнике. Для того, чтобы собеседника переубедить, а вам именно переубедить его необходимо, это значит, что вам нужно из-под его ног выдернуть фундамент, на котором он уже привычно и давно стоит. Ему комфортно на этом фундаменте, он сам его по кирпичам сложил, и его убеждение — это результат его собственного умственного труда. Вы сейчас, пытаясь его переубедить, покушаетесь на то, что он делал, наносите ему смертельное оскорбление, смертельную обиду. Если вы хотите по-настоящему аккуратно это сделать, а сделать это в лоб очень трудно, то и действовать вы должны тоже аккуратно. Для того, чтобы человек начал с вами соглашаться, вы должны начать соглашаться с человеком в первую очередь. И споря с ним, вы должны вместе сначала находить те точки, те содержательные элементы, которые являются одинаково очевидными и для вас, и для него. Вы должны вести его, не ломать его через хребет, не нокаутирующим ударом опрокидывать на земь. Вы должны вести его, вот в буквальном смысле, как во всяких японских единоборствах вроде дзюдо. Вы должны вести его, пользуясь его собственной энергией, и постепенно, аккуратно выводить на те умозаключения, которые будут представляться ему совершенно очевидными, но к ним он должен подойти сам. Это требует определенного таланта, это требует определенной тренировки. Я не могу сказать, что я сам обладаю такими талантами, но я стараюсь это делать тоже. Бывают ситуации, когда нужно спорить в лоб, бывают ситуации, когда нужно демонстрировать, но это даже не столько ради самого человека, а ради тех, кто наблюдает со стороны. И в этом полемическом клинче необходимо уметь одерживать победу не для того, чтобы унизить своего собеседника и разгромить его, а для того, чтобы сила и простота и убедительность в твоей позиции стали очевидными на фоне слабости и противоречивости позиции оппонента для тех, кто за вашим спором наблюдает. Но это как бы уже другого уровня задач. Не могу, Константин, не спросить некое отступление касательно данной ситуации, которая интересует сейчас, но не будем скрывать многих. Так, очередное задержание Навального. Чем он опасен для системы и опасен ли вообще или может быть даже полезен? Ну, вы знаете, как всегда, когда подобные вещи происходят, возникает целое облако конспирологических версий, чего, куда и почему и зачем. Вот, я не склонен вдаваться в конспирологию. Единственное, что мне кажется, пока очень мало в отдых имеем, пока очень мало понятного, что будет происходить. Мне кажется, что само появление Навального в общественном дискурсе, оно является отражением имеющихся в нашей буржуазной элите противоречий. Если бы таких противоречий не было, ну, вопиющая, согласитесь, странность в том, что участники болотного процесса 2012 года, удальцов Сергей и Навальный Алексей, пошли по совершенно разным траекториям. Одного, значит, запечатали на долгое время, а другому было позволено выступать, критиковать, разоблачать и так далее, что наталкивало, конечно, ни одного меня на мысли о том, что разоблачение и критика санкционируются кем-то изнутри того самого коллективного, буржуазного, бессознательного. Кто это мог быть, что это могло быть, зачем это могло быть, я не знаю и не могу знать. Но пока мы не можем точно сказать и с чем связан вот этот вот пируэт и отравление, и возвращение, и записанные заранее угрозы, и санкционные списки, составленные заведомо под намечающийся арест и документальные фильмы разоблачительные. Я думаю, что через несколько недель, может быть, даже раньше, а может быть, чуть позже, это станет очевиднее всем. Мое ощущение состоит в том, что капиталистический кризис во всем мире рвет те тонкие связи, которые существовали между национальными капиталами разных стран. Если наша, допустим, сформировавшаяся за 30 лет компрадорская буржуазия, наша капиталистическая элита очень долго пыталась пойти на любые уступки Западу и западному империализму, если говорить точнее, то сейчас, по всей видимости, когда вот это вот гигантское судно мировой экономики тонет, мы видим, что происходит вообще повсюду. Там у одного лишь Китая 2% роста ВВП за год, и дело не в пандемии, как вы понимаете, а в гораздо более сложных вещах, тех вещах, о которых мы толдычим на протяжении последних лет 5 или 10. Так вот, в этих кризисных обстоятельствах все прежние договоренности и цепочки рвутся. И, наверное, мы наблюдаем сейчас то, что не Навальный с Путиным сцепились, а на какой-то дуэльный прицельный рубеж вышли национальная буржуазия в России, российский класс капиталистов и западные наши партнеры, то есть империалисты США, Германии, Западной Европы в целом. И если это действительно конфликт не на жизнь, а на смерть, то мы увидим это в ближайшее время. Это значит, что власть будет применять жесткие меры и к самому Навальному, и к его последователям. Это значит, что в ответ на эти жесткие меры Запад будет принимать еще более жесткие меры по отношению к России. И конфликт этот будет усугубляться и, может быть, перейдет в какое-то другое уже неполитическое измерение, что вполне вероятно. Но мы не должны забывать, что точно такие же конфликты, как конфликты внутри нашего общества или конфликт между Россией и Западом, такие конфликты, как грибы после дождя, возникают повсюду, напоминают о себе повсюду. И точно такой же конфликт, такое же гражданское противостояние есть в самих Соединенных Штатах, есть во Франции, есть в Германии и так далее и тому подобное. Просто наблюдая за этой батрахой Миямахи, и было такое произведение в Древней Греции, «Война мышей и лягушек», наблюдая за вот этим вот поединком жаба и гадюки, мы не должны забывать о том, что это жаба и гадюка. Ни одна из сторон не является выразителем интересов тех людей, которые трудятся, тех людей, которых грабят. Почему? Я одним глазом вчера, когда лепил пельмени, прослушал, промотал, просмотрел одним ухом вот этот вот фильм «Разоблачение», который сейчас должен прогреметь, взорваться в Ютубе и вывести миллиарды людей на улицу. Помимо того, что там мне понравилось или не понравилось, большой новости в рассказе о том, как у нас воруют, и даже первый человек, и даже первые лица, по-моему, нет. Это, ну, как бы, а где вы живете? Вы, а что, это является для кого-то сенсацией? Нет, конечно. Вот новости в этом не было. А вот то, чем Навальный финиширует, да, и, кстати, очень интересно, что и сам он, и его партнеры стараются вовсю играть. Это, скорее, вопрос эстетического выбора и некоего, что ли, реконструкторства. Но, тем не менее, стараются играть в игру консерваторы. Вы спросили меня о реакции консерваторы-монархисты против новых большевиков. Навальный прилетел, как уже многие шутили, в запломбированном самолете. Прилетел из Германии с санкцией от кайзера Вильгельма практически. Сам Путин установил себе на ворота дворца двуглавого орла, спилив его с Эрмитажа. Да, так ведь вроде из фильма следует. Это из фильма следует. Все они из себя. Здесь наша новая буржуазия, наша новая власть и элита корчат последовательность. Последователей, наследников Романовской империи. Ну и, соответственно, раз есть и монархисты новые, значит, должны быть где-нибудь и большевики. И вот нам большевиков прислали из Германии. Версия, конечно, насколько с пиаровской точки интересная, настолько и беспомощная. Потому что никакого отношения к большевикам эти присланные из-за границы не имеют. И для того, чтобы понять это, не нужно любить или не любить Навального, достаточно слушать Навального. Вот этот вчерашний фильм разоблачительный, говорю я в перемотке, но, тем не менее, чем он завершается? Предложениями Навального по поводу изменения ситуации. Окей, он рассказал, что воруют. Да, воруют. Окей, я рассказал, что мерзавцы. Кто спорит, что мерзавцы? Разве есть какие-то сомнения? Как с 91-го года начали грабить страну, начали приватизировать предприятия, начали создавать класс кровопийцы, барыг и эксплуататоров. Так и продолжают. И с чего бы этим барыгам и эксплуататорам, даже натягивая на себя какую-то человекоподобную маску, чего бы им вдруг воспылать любовью и уважением к нам? Нет, этого произойти не должно было и не произошло. Никакого особого секрета здесь Навальный не открывает. Есть определенная прогрессивная составляющая в том, что он делает в его расследованиях, вырывающихся, как пламя из пока еще спящего вулкана противоречий внутри капиталистической элиты. И хорошо, мы узнаем о том, кто у кого украл кораллы, какая там Клара, у какого Карла. Это все здорово. Мы узнаем, где кто сожрал и пропитываемся ненавистью к этим. Но просто ненависть должна быть сознательной. Это не должна быть ненависть, которая сводится к тому, что «Ага, эти наворовали, давайте переведем вот красивого парня из-за границы». Он сделает нам что? Что предлагает Навальный в конце своего расследования? Прозрачные суды? Он говорит о повышении качества чиновничьего управления. Вы всерьез полагаете, что вот эту зажравшуюся, эту брюхатую гидру, которая опутала своими головами и конечностями всю страну, ее можно скинуть, потеснить качеством управления? Мы видели людей, которые рассуждали о том же самом в начале 90-х и обещали качество управления улучшить, и частную инициативу раскрепостить, и прозрачные суды, и рыночную экономику. С чем идет Навальный? Он несет те же самые яйца, только с другого краю. Он несет рыночные рецепты взамен уже сложившимся рыночным правилам. Чем он собирается лечить эту болезнь? Даже если он диагностирует эту болезнь правильно, и наиболее отвратительные проявления этой болезни под названием российский капитализм, он показывает правильно, какое лекарство он предлагает от российского капитализма. Российский капитализм, только замешанный на иностранном контроле, иностранных неких инвестициях, деньгах, которые, конечно же, все единомышленники Навального постоянно предвкушают, предчувствуют и надеются увидеть. Но не будет ничего этого, понимаете? Это жаба и гадюка, и предлагается лечить гангрену гангреной. Поэтому за какую из гангрен вы могли бы болеть? С какой из гангрен вы должны были бы солидаризироваться? Мне кажется, что ни с какой. Вот в чем фокус. И даже если мы можем отмечать какой-то конструктивный элемент в том, что разоблачаются барыги, воры, тираны и прочее, и прочее, я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Мне Усманов, Мордашов, вся вот эта вот команда олигархов и во главе с главным, она ничуть не милее, чем Навальный. Просто я не вижу разницы. Я не понимаю, что и на что мне предлагают поменять. Свободу, какая свобода была принесена, допустим, главным либерализатором, демократом и свободолюбцем Борисом Николаевичем Ельциным. Он же выступал против тирании, а закончилась чем? Массовыми расстрелами на стадионах в 93-м году. Ударами артиллерии, там, танковой по Белому дому. Этим закончилось. Запретом коммунистической партии ни одна из этих сторон человеку труда не несет раскрепощения. Ни одна из этих сторон не облегчит бремя эксплуатации. На смену одним кровопийцам идут другие. И в драке этих кровопийцам, мне кажется, мы не можем занимать какую-то из сторон. Мы не можем желать успеха той или другой стороне. Нельзя сказать, нас постоянно толкают в такую бинарную логику. Нас постоянно заставляют выбирать сторону. Вы, в случае, если сцепились там Николай II и Кайзер Вильгельм, вы за кого? За отечество, за родное? За нашего капиталиста? За Усманова? Или вы за какую-нибудь там Псаки или Викторию Нуланд? А мне не нравится ни Усманов, ни Виктория Нуланд. Я против всех, против них. Я за тех в Соединенных Штатах Америки, кто против Виктории Нуланд. И против Байдена, и против Трампа, и против всех этих американских капиталистов. За тех людей в Америке, которые выступают за права трудящихся, сами являясь трудящимися. Я за тех немцев с теми немцами, которые выступают против Меркель, против немецких концернов и корпораций, против немецких олигархов, против Бундесвера и увеличения финансирования Бундесвера с перспективой военного применения всех этих средств и бесконечных атомных бомб и так далее. Я за таких немцев, я за таких поляков, я за таких украинцев, я за таких русских и нерусских жителей нашей страны. Вот за кого, мне кажется, нужно быть. Но, к сожалению, в то время как господа капиталисты очень активны, в то время как они роняют слюну и готовятся перегрызть друг другу глоткой, уже фактически в глотки эти вцепились, в это самое время обычные люди, те люди, которые создают богатство капиталистам, те люди, за счет кого капиталисты живут, те люди, которых завтра эти капиталисты погонят в траншеи новой мировой войны, эти люди спят и пребывают в иллюзиях и по-прежнему мечтают, что они смогут вписаться в эту замечательную, комфортную действительность, в которой капитализм все разрулил, все согласовал и все примирил. И они получат свою ипотеку, и получат свою зарплату, и воспитают детей, и дадут им какое-никакое образование, на которое они возьмут кредит. Вот эти иллюзии, это наш главный враг, гораздо страшнее, чем Путин, Навальный или кто угодно еще. Вы провели такую интересную аналогию между Навальным и что это якобы новые большевики. Это не я провел, это ее пытаются проводить. Да, вы озвучили, извиняюсь. Не может ли быть так, чтобы, не может так получиться, что они своими действиями вообще дискредитируют и без того пока слабое левое движение наше? Нет, я не думаю, что они дискредитируют, потому что Навальный сам-то в большевики никак записываться не спешит. И даже Чубайс, если сравнивает его с Лениным, сам с Лениным и социализмом Навальный ничего общего иметь не хочет. Он и понятия не имеет, что такое социализм. Его единственная задача озвучивать согласованные какие-то программные тезисы вот в этой расширяющейся борьбе. Не им даже, я думаю, начерчены. Что он сам, что ли, все эти расследования проводит? Сам сидит, узелочки связывает и монтирует? Нет, конечно. За ним чувствуется работа квалифицированной бригады специалистов. Наверное, есть доля правды в утверждениях о том, что специалисты эти оттуда, как в бриллиантовой руке. Откуда? Оттуда. Вот эти оттуда. Вот. Так что, ну, какой тут большевизм, о какой тут революционности можно говорить. Это уже, понимаете, все сегодня есть пиар. Все сегодня есть элемент некой игры в сфере массовых коммуникаций. Поэтому называется фашизмом все подряд, называется коммунизмом все подряд. Вот у нас главный коммунист Байден уже. Вот в такой степени, в какой коммунист Байден, в такой же Навальный, Ленин и большевик. Это все, конечно же, ерунда. И я не думаю, что тут кто-то чего-то дискредитирует. Наоборот, мне кажется, что чем дальше этот кризис заходит, чем больше будет пролито в конечном счете слез, разочарования и крови, тем больше шансов. Мне не нравится эта приписываемая, ошибочно приписываемая Ленину формула. Чем хуже, тем лучше. Но тем больше шансов, что народ начнет прозревать и постепенно возвращаться к тем самым забытым книгам, тезисам и нашей пропаганде. Наша пропаганда и так за последние несколько лет определенные успехи сделала. Она стала гораздо более заметна на медийном пространстве. Я думаю, что по мере того, как люди будут разочаровываться в каждом следующем Навальном, в каждом следующем Путине, все больше и больше этих людей будет поворачивать взгляды в нашу сторону. Константин, что для вас человек-созидатель и каким он должен быть в современном обществе и как таковых культивировать? Как говорил Владимир Членин, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Поэтому человек не то чтобы должен, человек создается обществом, производится, уже сегодня производится фактически как товар. И не то чтобы он сам в силах быть созидателем, он скорее всего является проекцией тех общественных отношений, которые человека создают. И когда мы видим, как эти общественные отношения, воплотившись в том или ином человеке, в том или ином характере, нас шокируют, нас возмущают, когда люди становятся алчными, подлыми, хитрыми, когда они готовы идти по головам, продавать друг друга. С одной стороны, конечно, это не снимает ответственности с каждого отдельного человека, но мы должны понимать, что такие пороки, такие изъяны, искривления человеческого характера имеют простое объяснение, материальное объяснение. Это общество, в котором все построено на таких законах. С волками жить, поволчь и выть. Это общество, напоминающее джунгли. И по-другому в джунглях не бывает. И если вы построили джунгли, то в этих джунглях будут водиться дикие звери или будут водиться обезьяны, лишь отдаленно напоминающие людей. Поэтому каким человек должен быть? Я думаю, что мы должны эти слова обращать, эти призывы обращать не к людям вообще, потому что мы же не проповедники какой-нибудь религии, а к тем людям, которые встали с нами на одну платформу идейную, которые осознали, что происходит, осознали, кем их делает капитализм и кем они хотели бы быть, и почему они хотели бы сегодняшнюю систему изменить. То есть к своим единомышленникам обращаясь, мы можем говорить о том, как они должны себя вести и кем они должны стараться быть. Ну и здесь я тоже ничего от себя бы, наверное, производить, озвучивать не стал. Все это есть в книжках, в текстах, в принципах. Открывайте манифест коммунистической партии. Там все примерно показано. Во имя чего и за кого, и за что мы боремся. Нельзя быть, понимаете, просто хорошим человеком. Нельзя быть честным, порядочным, искренним. Этого недостаточно. Иногда для достижения целей в классовой борьбе, я говорил об этом, это вызвало целую судорогу, возмущение. Иногда для того, чтобы в этой борьбе добиваться результатов в интересах класса, необходимо переступать через определенные этические границы. Но делая это, необходимо понимать, что и для чего ты совершаешь, почему и как. И руководствоваться всегда не какими-то абстрактными моральными категориями, которые, еще раз, не висят в воздухе и не прописаны в библейских скрижалях, а руководствоваться интересами класса. Или если оглядываться назад, как сказали бы когда-то, интересами руководствоваться, оглядываться на интересы социалистической революции. Ну и в заключении, Константин Викторович, что бы вы хотели пожелать тому человеку, который больше не может терпеть, который решился пойти наперекор, так скажем, мировому капиталу? Я пожелал бы ему, перед тем, как лечь на рельсы перед мировым капиталом, на всех парах несущимся под откос, я бы пожелал ему заглянуть в библиотеку. Мы только что и задуматься, не совершать импульсивных поступков, это, конечно, невозможно посоветовать всем. Иногда люди доведены до крайней степени отчаяния, и отчаяния они не думают, и винить их в том, что они делают невозможно. Это тоже проявление тех самых классовых противоречий, когда где-нибудь, когда-нибудь начинают пылать помещичьи усадьбы. Это не потому, что люди такие вот гадкие, мерзкие, а потому что накипело, доведены до предела эти самые противоречия. Но в то же время, если мы говорим о людях сознательных, то мне кажется, что мы должны их удерживать от актов акционизма, от провокации, от бездумного и бессмысленного самопожертвования. Потому что история, и это тоже часть нашего учения, нашего подхода, история вершится не одиночками. При всей важности роли личности в истории история двигается вперед не индивидуальными самосожжениями, не спичками, которые на мгновение освещают лес. И поэтому, извините, там при всем моем, мягко говоря, сдержанном отношении к партии власти, к политикам из Единой России, но нет никакого смысла в том, чтобы атаковать приемные ядра или, там, не знаю, мочиться на статую Путина и приковывать себя наручниками к мосту. Это все не принесет никакого результата, если вы сознательный человек. Гораздо более важно привлечь на нашу сторону новых сторонников, гораздо новых людей. Гораздо более важно организовать этих людей, потому что сопротивление в этой обобществленной системе не может быть индивидуальным. Поступки, исторические в том числе поступки, не могут совершаться одиночками. Они должны совершаться массами людей. И для того, чтобы разбудить массу, идея должна стать материальной силой. Она должна овладеть этими массами. Она должна овладеть коллективным сознанием. Для этого мы ведем агитацию с пропагандой. Кому-то кажется, что это выход пара в свисток, кому-то кажется, что это напрасная трата времени, но я убежден в обратном. Я убежден, что поменять что-то можно только совместным, единомоментным, организованным обязательно, рациональным движением. Не то что тысяч, а миллионов людей. Спасибо большое, Константин Викторович, за уделенное время. Мне также была большая честь с вами опять же вновь общаться. Ну и опять же скажу, что надеюсь, что когда-то мы с вами увидимся и в очном формате. Спасибо большое, удачи в работе и просвещении. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, делитесь этим видео с друзьями. И помните, единица вздор, единица ноль. До новых встреч.